Бывает так, что предложение осложняется элементами, которые не имеют синтаксических связей с другими словами в предложении или с какими-то его частями. К таким элементам относятся обращения, водные слова и предложения, вставные конструкции. Вы, конечно, знаете, вы, несомненно, знаете, что на небе вместо солнца скоро будет колесо. Предложение осложнено двумя водными словами, конечно и несомненно. Как выражаются моряки, ветер крепчал. Как выражаются моряки, это водное предложение. Здесь есть грамматическая основа «моряки выражаются». Он не приходил сюда, в замок, много лет. В замок вставная конструкция. Обращения тоже не имеют синтаксических связей с другими членами предложения и сами членом предложения не являются. Друзья, прекрасен наш союз. Обращение. Это слово или словосочетание, называющее лицо, то есть человека или несколько людей, реже предмет, к которому обращена речь. Петя, ты сделал все уроки? Дорогой Иван Иванович, поздравляем вас с Новым годом! Обращение может стоять в начале, середине или конце предложения. В речи оно произносится созвательной интонацией. Мальчики, пора ложиться спать. Я прошу тебя, Соня, сходи в магазин. До свидания, дедушка. Однословное обращение выражается существительным в именительном падеже или любой частью речи функции существительного. Анечка, пиши мне почаще. Провожающие, просим вас выйти из вагона. Неоднословное обращение включает также зависимые слова или междометия О. О старый дом, увижу ли я тебя? В разговорной речи обращение может быть выражено существительным форме косвенного падежа, если оно обозначает признак того, к кому обращена реплика. Эй, с бородой, вы телефон на столе оставили! В разговорной речи иногда встречается личное местоимение в качестве обращения. Эй, вы, подойдите ко мне! Обращение, как бы оно ни было выражено, никогда не является членом предложения, не имеет синтаксических связей с его членами. Обращения могут занимать в предложении любое место, они отделяются при помощи запятых. Иногда после обращения ставится восклицательный знак. Это делается в том случае, если обращение выделяется специальной интонацией. Дорогая Мария Ивановна, поздравляем вас с юбилеем! В этом случае обращение употреблено изолированно, а предложение, с которым обращение связано по смыслу, оказывается неосложненным. Обращения могут обладать большой выразительностью и являться стилистическим средством. Водные слова – это слова или сочетания слов, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает. Водные слова не связаны в предложении с другими словами, они не являются членами предложения. Водные конструкции не входят в структуру предложения, не являются его частью и не представляют собой самостоятельные предложения. Но это не значит, что они совершенно безразличны для предложения. При устранении водной конструкции предложение теряет тот оттенок, который она выражала, и следовательно, содержание предложения приобретает несколько другой характер. Водные слова, конструкции, объединены в разные группы. Выражающие степень уверенности говорящего. Выражающие чувства говорящего. Называющие источник высказывания. Служащие для обозначения порядка явлений, мыслей, логической связи между ними. Служащие для оценки стиля высказывания. Служащие для привлечения внимания собеседника. И другие. Водные конструкции, указывающие на степень достоверности сообщения, оценивают содержание предложения как бесспорное, как предполагаемое или возможное. Со значением бесспорности употребляются такие водные конструкции, как бесспорно, конечно, разумеется, без сомнения, без всякого сомнения, факт, само собой и другие. Они действительно в этот день не прилетели. Без сомнения они отправились в какое-то другое место. Возможность или предположение выражаются водными конструкциями видимо, кажется, надо полагать, видать, может быть, возможно, пожалуй, по всей вероятности и другие. Может быть, они прилетят завтра? Возможно, мы их все-таки увидим. Водные конструкции, выражающие эмоциональную оценку сообщения, включают слова, называющие чувства. Счастье, радость, огорчение, сожаление, стыд и другие. С ними могут сочетаться слова, указывающие, кто испытывает чувства, то есть кому принадлежит эмоциональная оценка содержания. К моему стыду, к его огорчению, на ее счастье и т.д. В состав таких водных конструкций могут включать степень проявления чувства или его оценку. К сожалению, они не прилетели. К нашему сожалению, они не прилетели. К нашему огромному сожалению, они не прилетели. Вводные конструкции, указывающие на источник сообщения, включают слова, мнения, предположения, слова и другие. С ними могут сочетаться слова, уточняющие, кому принадлежит мнение и т.д. И кому, следовательно, приписывается сообщение. По-моему, они сегодня не прилетят. По моему мнению, они сегодня не прилетят. По его словам, они улетели в другое место. Вводные конструкции по правде сказать, признаться, откровенно говоря, попросту говоря и другие, оценивают способ выражения мысли. Между нами говоря, мы не верили, что к нам они прилетят. Вводные конструкции бывают, как обычно, как обычно бывает, как правило, случается, как водится, как иногда случается и другие, указывают на степень обычности излагаемых фактов. Они, случалось, залетали в наши места, но очень давно. Вводных конструкций такого типа немного. Они указывают на повторяемость, периодичность сообщаемых фактов или, наоборот, на их случайность, единичность. Бывает, как обычно, как обычно бывает, как правило, случается, как водится, как иногда случается. Они, случалось, залетали в наши места, но очень давно. Вводные конструкции, обращенные к собеседнику с целью привлечь его внимание, вызвать его отклик на высказывание, отличает наиболее неясное и неопределенное значение. Это такие конструкции, как «знаешь», «знаете», «знаете ли», «понимаете», «видите ли», «изволите видеть», «устаревшее», «судите сами», «согласитесь» и другие. По своему употреблению такие водные конструкции похожи на частицы. Их употребление нередко вызвано взволнованностью говорящего или сбивчивостью его мыслей. Однако, «знаете», мы так долго ждали их прилета, что совершенно замерзли. Вводные конструкции, указывающие на отношения между частями высказывания, по своему значению сближаются с союзами. Они могут указывать на следование одних фактов за другими при перечислении. Во-первых, во-вторых и так далее. Наконец и другие. Во-первых, они прилетают сюда очень редко. Во-вторых, сегодня не очень хорошая погода. Вводные конструкции «напротив», «наоборот», «впрочем» и другие. «Правда» с оттенком уступительности, указывают на противопоставление содержания предложения предыдущему высказыванию. Впрочем, мы все равно будем ждать их прилета. Правда, в следующий раз постараемся подготовиться получше. Водные конструкции, следовательно, «значит», «выходит», «стало быть» и другие, могут показывать, что содержание предложения логически вытекает из предшествующего высказывания, как его следствия. Следовательно, наши шансы их увидеть сильно увеличатся. С помощью вводной конструкции может также выражаться вывод, обобщение, заключение. Итак, вообще, таким образом и другие. Итак, будем готовиться и ждать их прилета. Водные конструкции имеют сложную систему значений. Их употребление в речи не только оправдано, но и совершенно необходимо. Однако, неумеренное и неуместное использование водных конструкций, таких как «например», «скажем», «значит», «так сказать», «к примеру», «понимаешь» и других делает речь неблагозвучной, косноязычной, а иногда и непонятной. Вы все наверняка, водное слово, слышали такую речь. «Идем», «значит», «мы», «значит», «сестрой», «значит», и «видим», «значит», «они», «значит», «летят». Водные конструкции в предложении выделяются интонацией. Они обычно произносятся пониженным тоном и отделяются паузами от членов предложения. Если водная конструкция включена в середину предложения, то его интонация, так сказать, размыкается. На письме водные конструкции выделяются запятыми, реже, тире. Рассмотрим случай постановки запятых. «И скоро ли на радость соседей врагов могильной засыплюсь землею?» Выражают чувства. Героиней этого романа, само собой разумеется, была Маша. Степень уверенности. «Я, как уже сказано, никогда не отличался красноречием». Источник сообщения. «Впрочем, он был в душе добрый человек». Указывает на связь мыслей. «Нрава Татьяна была скромного или, лучше сказать, запуганного». Способ оформления мыслей. «Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею». «Вы уж, пожалуйста, не выдавайте меня». Призыв к собеседнику с целью привлечь его внимание. Если во вводной конструкции пропущено слово, то вместо одной запятой обычно ставится тире. С одной стороны, сочинение интересно по своему содержанию. С другой, оно страдает неровностью изложения. Не являются вводными и не выделяются запятыми слова и словосочетания. «Авось», «буквально», «будто», «вдобавок», «вдовершение», «вдруг», «ведь», «в конечном счете», «вот», «вряд ли», «всё-таки», «даже», «едва ли», «исключительно», «именно», «как будто», «как бы», «как раз», «к тому же», «между тем», «небось», «по предложению», «по постановлению», «по решению», «приблизительно», «примерно», «притом», «почти», «поэтому», «просто», «решительно», «словно», «якобы». Не путайте вводные слова с членами предложения в качестве сказуемых или обстоятельств. Вставные конструкции вносят в основное предложение дополнительные сведения, попутные замечания, уточнения, пояснения, поправки и т.д. Вставные конструкции, с одной стороны, распространены в устной речи, а с другой широко используются в языке художественной литературы. Вставные конструкции менее тесно связаны с предложением, чем вводные, и потому резко выпадают из его структуры. Они более интонационно изолированы значительными паузами, характерными для так называемой интонации включения. До замка оставалось около трех часов пути. Людоед шел уверенно и быстро. Он очень хорошо помнил дорогу, лишь иногда останавливаясь, чтобы перевести дух. По структуре вставная конструкция является или отдельным словом, или словосочетанием, или предложением, простым или сложным. Он не приходил сюда, в замок, много лет. Он подошел со стороны сада, перелез через ограду с северной стороны и двинулся к дверям. Конечно, его в замке никто не ждал, но есть же все-таки умные люди. Первый министр, оказывается, предупреждал короля, что такой визит весьма вероятен. По содержанию и смысловым связям с предложением вставные конструкции очень разнообразны. Вставные конструкции могут включать название или описание какого-либо предмета, лица, упомянутого в предложении. Все теннисные ракетки и мячи, в основном оранжевого цвета, валялись на полу и подоконниках. Содержать уточнение количественного характера. Он всю свою жизнь, ему недавно исполнилось 28 лет, мечтал бывать на всех праздниках. Все в замке, включая всю обслугу, обожали королевские праздники. Содержать добавочное сообщение. Он очень любил сказки, он всегда слушал их, и сейчас ему не кстати вспомнилась одна, довольно страшная. Служить для пояснения содержания всего предложения или отдельных его частей. Он дальше шел медленно, ему как будто не хотелось идти дальше. Неспеша прошел в широкий длинный коридор за залом и остановился в раздумье. Выражать причину действия, события, явления, описываемого в предложении. Он поморщился, он не любил спорт, особенно теннис, и прошел дальше в следующую дверь. Могут выражать эмоциональную оценку высказывания или его части. Вдруг он увидел проход и дверь, ведущую, какая неожиданная удача, на кухню. Вставные конструкции не выражают отношения говорящего к высказываемой мысли, не содержат оценки сообщения, указания на его источник, на связь с другими сообщениями и так далее. Вставные конструкции могут находиться только в середине и реже в конце основного предложения, но не в его начале. В речи вставные конструкции интонационно выделяются из состава предложения. Они произносятся пониженным тоном, в ускоренном темпе, обычно без логического ударения на каких-либо словах. Интонация предложения как бы размыкается вставной конструкцией. в том числе и лай ш evaluation. Продолжение следует...